Понятие и термины седьмого класса очень коротко, 3-4 минуты. Понятие шестнадцатое – служилые люди. В русском государстве 14 века и до начала 18 века служилые люди – это люди, которые находились на государственной службе. Коррективы были внесены в 16 веке, служилые люди были разделены на служилых людей по отечеству, то есть бояре, дворяне, дети боярские. Эти служилые люди владели землевой с крестьянами, имели привилегии, занимали руководящие должности в государстве, в армии и так далее. А также служилые по прибору, то есть это рангом падежа, это стрельцы, пушкари, казаки, городовые, городовые казаки и так далее. Которые набирались из крестьян и посадских людей. Они получали жалования и даже землю. Понятно, что они освобождались от государственных повинностей и налогов. Были также такое понятие, как служилые люди старых служб. Это название в России появилось в 18 веке. Они вышли из служилых людей по прибору. А также здесь выделялись украинские служилые люди. А также их потомки. Потомки стрельцов, пушкарей, казаков, рейтар, пахотных солдат, засечных сторожей и так далее. То есть, которые жили главным образом в южных и юго-восточных районах Европейской России. По юридическому положению они были близки к однодворцам. И по экономическому тоже. Термин появился в начале 18 века и связан с созданием регулярной армии. Которая комплектовалась по методу рекрутских наборов. Старых служб служилые люди платили подушную подать. Участвовали в комплектовании и содержании полков ланд-милиции. А также отбывали повинности. Особенно дорожную, постойную и подводную. Имели земельные наделы, как правило, от 10 до 30 десятин. В 60-е годы 18 века насчитывалось около 40 тысяч душ мужского пола старых служб служилых людей.